Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Познакомимся с историческими местами Западной Армении. Крепость Сасун с трудом преодолевают трудности в мушкопате Арцаха, сообщил мэр. В Западной Армении обнаружен новый вид растения. 175 членов группировки ИГИЛ и 35 членов СДС были убиты во время беспорядка в сирийской тюрьме Эл-Хасаке. В Дерсиме в Западной Армении начался священный месяц Хизер, тайный синего чемоданчика или как император Эфиопии женил армян. В Арцахе обнаружено около 200 новооткрытых памятников. Согласно легенде, крепость Сасун или крепость Давида была построена в незабвенные времена героями знаменитого армянского эпоса Сасна Церер и стала их домом. Она была построена в Западной Армении на высокой скале в провинции Сасун в Великой Армении. Самый любимый народом героя эпоса Сасун Сидавид стал символом борьбы армянского народа против захватчиков. Естественные пещеры внутри крепости использовались как склады конюшня. Здесь жители Сасуна защищались от турецкой резни в 1894 и 1904 годах. 3 августа 1904 года крепость Сасун была окончательно снесена и разрушена. Жители общины Мушкапат Мартунинского района Арцаха живут и творят на своей земле. Об этом сообщил глава общины Мушкапат Рубен Мусаэлян. Деревня, основанная в VII веке, сегодня насчитывает 270 жителей, которые видят свое будущее только на родине. До 2010 года в селе была контора колхоза, а в 2015 году там построили общественный центр, где работает клуб на 160 мест, медпункты, библиотека. В школе учатся 43 ученика. С 2019 года в Мушкапате действует программа образовательного фонда «Я», стратегической целью которой является предотвращение оттока молодежи из сел, сказал мэр, добавив, что в свободном жилом фонде Мушкапата есть 16 квартир, и они с удовольствием предоставят их переселенцам-соотечественникам. Благодаря ряду профессоров, врачей и биологов Западной Армении обнаружен новый эндомичный вид растений, произрастающих только в Карсе, окрестностях озера Чилдыр. После почти семи лет тщательных исследований образцов различных других растений, собранных в окрестностях озера Чилдыр, было установлено, что этот вид является новым растением для научного мира. Фотография этого нового вида растения, получившего название «Винтотоксикум анатоликум», была опубликована в международном научном журнале Nordic Journal of Botany и представлена науке как новый эндомичный вид. По критериям «Красной книги» было предложено включить растения в список эндомических видов, находящихся на грани исчезновения. Попытка побега 5000 членов ИГИЛ, содержащихся в тюрьме Синаев Хасаки на севере Сирии, была пресечена. Изолятор находился под контролем сирийских демократических сил и задержанные пытались бежать с помощью полученной извне помощи. Согласно сообщению, продолжавшиеся пять дней столкновения в тюрьме закончились, но операции в Хасаки продолжаются. В ходе боестолкновений было убито 175 членов ИГИЛ и 39 членов СДС. По признаниям некоторых пленных членов, в теракте участвовало 200 смертников. Часть боевиков ИГИЛ прибыли из Сиракани и Гириспи. Остальные прибыли с иранской стороны и обосновались в районе Хиреван. Месяц Хизер является священным месяцем для оливийцев. В этом месяце соблюдают Великий пост и проводят обряд жертвоприношения. Кроме того, этот месяц несет в себе символ скорого окончания тяжелых зимних дней. Люди раздают друг другу сладости, посещают могилу усопших и священные места. Хизер считается спасителем оливийцев. Сроки поста различны в разных регионах Западной Армении, но в целом он начинается в конце января и длится до середины февраля. В некоторых регионах пост длится семь дней и начинается в полночь и продолжается до захода солнца. Судьбы сотен тысяч армянских сирот, переживших геноцид в Османской империи, сложились по-разному. 40 из них оказались в Эфиопии и вошли в состав императорского оркестра. Корреспонденту «Спутник Армении» удалось пообщаться с сыном одного из них. Статья полностью доступна на нашем сайте. Государственная служба охраны исторической среды Республики Арцах подвела итоги 2021 года, оценив его как сложный год для организации. С 2020 года на оккупированных территориях осталось около 200 тысяч памятников. По данным организации, в 2021 году проводились работы по сохранению, популяризации и изучению памятников истории и архитектуры, исторической среды и других культурных ценностей. Раскопки по понятным причинам в 2021 году не проводились. В Мартакердском и Аскеранском районах было обнаружено около 200 новых памятников, в том числе хачкары, надгробия церкви-часовни, одни с надписями и другие с важной информацией. Далее для вас армянская народная песня. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!